Рыбы-террористы. И такие, оказывается, тоже бывают. Именно с ними предлагают бороться российские чиновники. Сотрудники ряда министерств считают, что естественную эмиграцию рыб, птиц и морских млекопитающих могут использовать для переноса опасных веществ и бактерий. Речь идет о веществах, относящихся к хлорированным пестицидам. Используются они в принципе в деревообрабатывающей промышленности, в докерном производстве, в сельском хозяйстве. Как и любые ядохимикаты, они представляют определенную опасность для человека, поскольку высокие концентрации этих веществ при попадании в организм вызывают действительно расстройство. И эти вещества относятся в принципе к нейротоксическим ядам. То есть поражение центральной нервной системы, периферической нервной системы при длительном контакте могут быть вполне. По данным Минздрава, у рыбаков на Чикотке уже обнаружено повышенное содержание вредных пестицидов. По словам экспертов, эти вещества способны накапливаться в организмах морских обитателей и распространяться в том числе и на территории России, особенно в ее арктической части. Но это не единственная угроза. Минэкономразвитие считает, что обладая информацией о путях естественной миграции рыбы, террористы могут намеренно заражать ее опасными бактериями и химикатами. Радиоактивная она тоже может быть. Здесь, конечно, вопрос о количестве радиации, которую она может перенести. Вряд ли это смертельная доза сразу, но методом накопления, многократного использования, особенно для народов, которые используют рыбу в качестве основной питания, и кроме нее практически ничего не едят, то, конечно, это вред значительно больше, чем для человека, который раз в год поест эту рыбу. Сотрудники Минздрава и Минэкономразвития предложили правительству разработать перечень мер по раннему выявлению угрозы, переносимой рыбой, перелетными птицами и морскими млекопитающими. Соответствующее распоряжение уже подготовлено. Теперь специалистам необходимо придумать, как остановить рыб-террористов. Продолжение следует...